Несмотря на то, что только сегодня в военном комиссариате побывало свыше 30 призывников, служить отправятся немногие. В основном это студенты высших и средних учебных заведений. Есть и те, кому отсрочка или освобождение отнесения службы предоставлена врачами. Но последних единицы, как собственно и тех, кто решил отдать долг родине добровольно. Вы что еще учите? Ну, в институте, да. Но отсрочку брать не буду. Как вам институт? В Тульский институт экономики и информатики. Заучно обучение? Нет, точно обучение. А почему? Ну, хочу сразу отслужить, чтобы потом. То есть такое вот решение? Да. Люблю море, отец служил на флоте. Вообще как-то постоянно мне тоже. Говорил, чтобы на флоте я служил. Также просто хочется отдать долг родине, чтобы потом уже со спокойной душой, отслужив в армии, уже не париться. До 27 лет там не бегать никуда. Последовать примеру этого призывника, то есть взять академический отпуск и отправиться служить, решаются немногие. В основном юноши оставляют службу в армии на потом. И, как говорят те, кто уже прошел эту школу жизни, совершенно напрасно. Сейчас сложность с трудоустройством, если ты не служил в армии. Во-вторых, какие-то моральные качества нужно приобретать хорошие. То есть мужские, действительно. Патриотизм нужно прививать, я считаю, молодому поколению, еще со школьницками. Четыре месяца как и вернулся со службы. Ну да, я нашел себе работу в службе УФСИН, в системе уголовно-исполнительной. На данный момент являюсь новичным инспектором отдела безопасности. Михаил не зря сказал о патриотизме. Служба в армии в нашей стране во все времена считалась почетной обязанностью. Защита Отечества – это всегда священный долг для каждого гражданина России. И это ведется с древних времен. Еще на Куликово поле преподобный Сергий благословил двух своих монахов в поддержку Дмитрия Донского перед битвой с татарами. И я сам в армии служил. Для меня вот два раза в год меня приглашают сюда на призывную комиссию. Для меня это такая радость. Вспоминаются эти молодые свои годы. И я всегда с любовью вспоминаю те дни, которые я был в армии. В последние годы количество призывников идет на убыль. И не столько из-за нежелания служить, сколько по ряду других причин. Учеба в институте и проблемы со здоровьем – лишь верхушка айсберга. Проблема лежит намного глубже. У нас сейчас получается с каждым годом немножко у нас демографическая яма образовалась. У нас ребята, которые рождались с 90 по 94 год, были маленькие рождаемые мальчиков. Сейчас, конечно, такая складывается обстановка, что и нам, в принципе, приходит наряд на меньшее количество граждан, которых мы должны призвать. Поэтому, если в процентном соотношении смотреть по предыдущим годам, то такой же процент призывных ресурсов мы должны призвать вооруженные силы. Какие войска идут служить на московце? У нас практически во все рода войск. В этот призыв осенний у нас ребята будут призываться в режимные воинские части, в войска западного военного округа в основном. Тем не менее, до декабря текущего года планируется призвать порядка 120 новомосковцев. Это не намного меньше, чем годом ранее. Андрей Рощупкин, Сергей Селин, телекомпания «Новомосковск». Продолжение следует... Продолжение следует...